Оказывается, в Дорохово прошел конкурс по отбору кандидатов на пост головы, который должен быть открытым, о котором должны быть сообщения где-то в открытых источниках. Мы, к сожалению, несмотря на то, что мы мониторируемся сейчас достаточно тщательно, таких сообщений не видели. Вот все-таки, как так получилось, что опять в Дорохово выбирают головой, об этом никто не знает, даже жители Дороховского сельсовета? Ну, здесь я как бы не соглашусь, потому что все жители прекрасно знают, что был объявлен конкурс. Он был опубликован официально, с момента публикации пошел в отсчет и выпал на 11 мая конкурс. Я вас удивлю, но сейчас я не только журналист, но и житель Дороховского сельсовета, и я не знаю, что был объявлен конкурс. К сожалению, никаких сообщений я нигде не видел. Может быть, я газеты не так чательно читаю, не так часто, непопулярные газеты. Но о том, что конкурс проходит, реально об этом информации не было. Она в интернете размещается? Да, конечно. И в советском причине. Это у нас единственная газета, где мы официальные свои документы публикуем. На сайте Дороховского сельсовета все это было размещено. На сайте Дороховского он работает, да? Поэтому мы ничего не скрывали, не утаивали. Открыто было, пожалуйста. Вы очень удивляетесь. Мы мониторим, и об этом даже писали новость о том, что сайт Дороховского сельсовета не содержит актуальной информации. Буквально две или три недели назад нас была уложена новость о том, что Дороховского сельсовета еще унисима. Ну, разберемся. Ну и тогда уже откройте завесу тайны. Как мы предполагали, головой Дороховского сельсовета станет Сергей Воложин? На конкурсе победил он. Победил он. По крайней мере, конкурсной комиссии ему присвоено больше баллов. Там 84, насколько мне известно сейчас. Значит, и завтра уже сессия депутатов сельского совета, уже комиссии рекомендован, кандидат на утверждение. Поэтому после утверждения уже приступит к исполнению своих обязанностей, как полноценный глава Дороховского сельского совета. Вот видите, это еще раз, наверное, все-таки говорит о том, что определенной такой открытости и все-таки конкурсности не присутствует. То есть даже мы об этом знали, что Сергей претендует на данный пост еще за несколько месяцев до того, как он туда заявился. Все-таки вот какой-то, наверное, у вас определенная такая кадровая политика из своих. Или нет? Нет, совершенно нет, как бы, потому что, ну, конкурс открытый, подали только два кандидата документы. Ну, никому же не мешало любому жителю района, либо города заявиться на этот конкурс, подать документы, участвовать в отборочной комиссии. Так ведь? Ну, как не знал. Ну, давайте оставим этот вопрос за скобками.